Ну вот и подходит к концу операция Crimson Haste. А это значит, что пришло время встречать нового оперативника, реворк-карты и крупную пачку изменений предстоящих игрокам. Забегая вперед, изменения в плане геймплея на самом деле глобальны и привнесут в игру большие перемены, как для атакующей стороны, так и для защиты. О главных изменениях нового сезона мы обязательно поговорим и попробуем разобраться, а так ли они нужны данные игре. В этот раз я не стал делать отдельное видео по оперативнику, поскольку в этом просто-напросто нет нужды. Оружие старое, способность довольно простая, поэтому с него и начнем. Мина Скай под позывным Thunderbird. Имеет три единицы скорости и одну брони. По вооружению пока все как из слива. Спирт 308 с прицелами кратностью единица, спас 15 и так далее. Ее гаджет это специальная станция, которая заполнена таблетками. После установки на землю станция развертывает область своего действия и триггерится на всех, кто в нее зайдет, выбрасывая в них капсулу с хилом. Каждая такая капсула лечит 30 хп и после чего гаджет уходит на перезарядку в 35 секунд, что является довольно серьезной перезарядкой. Но таких станций у оперативника три. Каждый раз станция поворачивается в сторону оперативника, на которого будет взаимодействовать и лечить она будет того, кто первым зайдет в зону. И также продолжает следить за ним, поворачивая корпус, пока тот не покинет область ее действия. Хотя заметно, как башня крутится за оперативником, к которому она привязалась даже за чертой ее области действия. Если же отдалиться, то триггер спадает. И все по новой. Но нужно учитывать, что станция не имеет системы свой-чужой. Если в зону ее действия вступит оперативник атаки, то она также привяжется и к нему и будет хилить его. Приоритеты у защиты в этом плане вообще нету, кто первый встал, того и тапки. Помимо этого, капсулы могут поднимать оперативников с инжура, причем это происходит не совсем как мы привыкли, в отличие от тех же шприцов дока. Если вас, к примеру, заинжурили и вы заползли или уже были в зоне ее действия, станция выпустит в вас капсулу, но вы сразу сами не подниметесь. Вы можете еще ползать, сколько захотите, пока не стекете кровью. Чтобы подняться, вам нужно будет нажать определенную кнопку, то есть данная станция дает вам шанс уползти в более безопасное место. К примеру, за угол и только там встать на ноги с запасом в 30 хп. Как я и говорил ранее, даже если у вас полный хп, она все равно вас выстрелит и даст вам буст в виде 30 хп. К примеру, Финка, которая теперь из-за переделки брони в хп изначально имеет 110. Зайдя в зону станции, она получит оверхилл в 130 хп. Юзая свой буст, разгонится до 150, прям овервоч какой-то. Пока на стадии тестирования гаджет работает примерно так. Теперь переходим к остальным изменениям и поправкам и начать хотелось бы с Милуси. Как и ожидалось, ее банши получила нерф, причем довольно существенный. Теперь, когда оперативник атаки входит в зону ее действия и банши начинает отправлять в его сторону импульсы, в центре гаджет раскрывается и становится уязвим для пуль из любого оружия. То есть сломать его можно одним попаданием. Не могу сказать, что это было неожиданно, банши действительно были очень душные, но честно говоря, я бы сделал так, чтобы банши раскрывались чуть-чуть подольше. Либо же не сразу, хотя бы когда оперативник атаки зашел в нее на пару шагов. А если в команде атаки есть такой оперативник, как монтажник, то банши вообще идет лесом, поскольку он просто встает с раскрытым щитом, тем самым триггеря на себя ее эффект, а любой его напарник издалека спокойно ее ломает, вообще не попадая под эффект. Теперь, чтобы банши реально работала, нужно сильно извращаться, пряча ее за углами, где она будет покрывать гораздо меньше области на подступах. Как думаете, не перестарались ли разработчики с таким нерфом? Ну а пока вы пишете, мы едем дальше. Бронированные стекла потерпели некоторые изменения, теперь они покрываются паутинкой, через которую нифига не видно от удара прикладом, или рукопашная атака, и это триндец, товарищи. Я сейчас не в плане того, что Миру убили, а в плане, как это реализовано. Та же Мира, на самом деле, подобный нерф почти не почувствуется, поскольку, как правильно подметили у нас на стриме, как часто вы видите, что Мира позволяет подойти к окну вплотную, если это не окно, установлено на гараже. Я не знаю, еще кто-то так делает вообще. Лично я испытал испанский стыд за саму работу дизайнеров. Логика пошла погулять. Взрывы, пули и остальное окно держит без проблем. От приклада ломается. И ладно, от приклада. Если встать чуть подальше, окно полностью покрывается паутинкой от касания ножа, а точнее его кончика. Причем это работает даже с внутренней стороны. Если вы случайно или специально махнете ножом, велика вероятность сломать окно Миры. То же самое касается камер Маэстро. Теперь его шторки также можно сломать ударом приклада. Камера и строй это, конечно, не выведет, но вижен у закрытой турели вы потеряете. И плюс ко всему не сможете отмечать через них. Чтобы что-то видеть через камеру, вам придется ее открывать. Это вроде как тоже небольшой нерф для Маэстро, но по факту таких случаев можно пересчитать по пальцам. Как правило, турели ломают на дистанции, а если и подходят, то только для того, чтобы размазать ее по стене каким-нибудь молотом. И то же самое касается пулестойких камер-защитников. Если раньше, подойдя к ней впритык и ударив прикладом камера, просто ломалась целиком, то теперь ломается только ее стекло. Хотя по сути она становится бесполезной, поскольку смотреть через нее нельзя, метки ставить тоже остается, только сушить. Как и прежде, ее можно полностью уничтожить выстрелом сбоку. Но теперь камера стала немного интереснее для защитников, ведь она получила баф. Во-первых, вы теперь можете поворачивать саму камеру внутри нее. Ранее этого делать нельзя было. Та же камера теперь стреляет Эми зарядами, которая работает по небольшой области. Урона выстрелы не наносят и имеют небольшую перезарядку. Но тем не менее, выглядит гаджет очень полезным, особенно для тех, кто умер в защите. Позже об этом поговорим. Ее заряд Эми отключает любые разведустройства атаки, включая новый дрон Флореса. Причем он отключает его, даже если тот уже заблокировался и начался отсчет от взрыва. Можно отключить мину Клеймор и другие электроустройства не навсегда естественно. Смоук. Ему наконец переработали модельку распространения его дыма. Очень давно нам обещали это сделать, более года об этом уже активно разговаривали и вот наконец дожили. Теперь его дым имеет выраженный эффект частиц внутри облака. Очень красивый, кстати. А в проблемных местах моделька дыма больше не распространяется через текстуры, как это было раньше. Стены прекрасно поглощают дым и не дают ему просочиться сквозь них. Но все равно в некоторых местах незначительные проблемы остались. Особенно это заметно на софтовых стенах или пробиваемых поверхностях по типу барной стойки. Наши любимые буллет-холлы. В 2020 году разработчики пообещали, что ко второму сезону шестого года будут фиксить систему буллет-холлов. Как говорится, не прошло и года. Теперь дырки в стенах, оставленные любым калибром оружия, будут перекрываться какими-то непонятными заглушками. И это не просто визуальный эффект, который перекрывает вижн. Это какая-то физическая модель, которая больше не пропускает стрелы капиталу и даже имеет отражение. Если двигаться из стороны в сторону, то видно, как там зеркалится отражение. Пули, конечно, все равно проходят сквозь стену, но как бы подобные механики не сказались на производительности игры на слабых ПК и не увеличили нагрузку. Также в разделе интерфейса появилось две новые графы, которые вы можете как включать, так и отключать. Первое – это отключение уведомлений о банах Battle.i во время матча. Второе – это отключение трупов. Вместо них на полу останутся неоновые подсветки в виде иконок умершего оперативника. Кстати, помимо рассинхрона трупов, подобные иконки помогут еще распознавать, какого оперативника вы убили на большом расстоянии, поскольку некоторые скины не всегда позволяют разобраться, кто лежит бандит или какой-нибудь егерь. Новый экран смерти ничем особо не отличается от старого. Очевидно, что он рассчитан больше на новичков, чтобы им было интуитивно понятно, что вообще происходит на экране. Единственное изменение во время анимации смерти – вы можете поворачивать камеру. Не сильно, буквально немного, но все же можно оглядеться. А теперь и о изменениях, которые, я как понял, пока попадут только на тестовый сервер. И будут там вариться неопределенный срок. Возможно, три недели и к релизу попадут на лайв, а возможно, год как демки. Это очень спорное и опасное решение разработчиков, которое нужно вводить максимально осторожно. Хотя лично я вообще против подобных изменений. Вообще. Позже объясню почему. Геймплей после смерти – это когда оперативник атаки, умерев, может управлять дронами дальше. У данных дронов появляются забавные антенки, и оперативник атаки может гонять на нем, сколько ему влезет, отмечая все гаджеты и оперативников. Теперь представьте ситуацию в потном матче. Ситуация один на один. Защитник держит оборону, а вокруг него крутятся, прыгают несколько дронов, которые спотят его по КД и отвлекают внимание. При том, что выживший атакующий даже не сидит на них и идет убивать защитника префом по отметкам. А если в живых дронов осталось 4, 4 дрона будут спамить отметками, это вы считаете нормально? То же самое касается защиты. Мертвые защитники смогут не просто листать камеры, но и управлять девайсами, ездить эхо-дроном, поворачивать и бить с камеры маэстро, использовать те самые эми с пулестойкой камеры, по дронам атакующих и так далее. Больше нет смысла сейвиться за маэстро. Я повторюсь, вы просто идете на старте раунда на размен за маэстро. Убиваете одного и умираете, ничего страшного, у вас есть камеры, которыми вы можете по-прежнему управлять. Заспам пикал и не умер, отлично. Разменялся, хорошо. Не убил, но умер, не критично отыграешь с камер или эхо-дронов. С одной стороны, это, конечно, вроде как и прикольно и действительно что-то новое в геймплее, но с другой стороны, очередной душнилого для атакующих. Сейчас и так атаке нелегко, поскольку большинство карт легче именно защищать, нежели атаковать. И теперь, когда вы, опять же, остались один против толпы защитника, вы убиваете половину, идете на эйс против оставшихся двух, к примеру, маэстро и какую-нибудь оруди. Убиваете маэстро и вот, казалось бы, один в один. Да вот только нихера, камеры маэстро вас по-прежнему лупят. Если вводить подобное, то не в таком виде, как сейчас. Камеры не должны стрелять, управляясь мертвым оперативником. Это слишком. Если вводить подобное, то не в таком виде, как сейчас. Пусть их можно поворачивать будет, но не стрелять. Эхо-дроны сейчас сбивают плент, даже если оперативник мертвый. Это тоже ненормально. Вы и так эхо занерфили уже достаточно, чтобы он хоть иногда выходил из бампика. А вводя подобное, он опять будет сидеть по КД либо в бане, либо будет имбовать, причем на прост-сцене в первую очередь. Как минимум, нужно, чтобы он хотя бы не мог сбивать плент, когда работает удаленно. Пусть ездит, прыгает, но не оглушает. И крайняя новость на сегодня касается батл пасса, а точнее тех, кто кубит премиум дорожку. Теперь, когда вы проходите все 100 уровней, для вас открывается новая ячейка с паком. За каждые 5 уровней сверху вы будете получать альфа пак со скинами от редкого до легендарного качества. В общем, такие новости на сегодня. Отпишитесь, что думаете по этому поводу. Особенно интересно про последние пункты. Ах да, и канал поддержать не забудьте. Ну а я буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.